Ну, давай я тебе объясню в двух словах, что происходит. Просто объясню в двух словах. Двух давай. Вот ты же знаешь эту, так сказать, знаменитую историю, когда его горячие поклонники пишут «Цой жив», да? На стенках и везде. Почему они это пишут? Почему? Потому что им нужен живой герой. Именно Виктор Цой для них живой, потому что он живой герой. А почему его сейчас со страшной силой раскручивают средства массовой информации? Видишь, его раскручивают. Ну, о чем ты говоришь? Да просто посмотри телевизор. Ты просто не смотришь телевизор. Ну, сегодня 50 лет. Сегодня, да. Да нет, постоянно его раскручивают в СМИ. Все как героя настоящего, но только мертвого, Женя. Мертвый герой удобен начальству для того, чтобы чем больше ты поднимаешь мертвого героя, тем меньше в глазах общества живые герои, разные, неважно музыки или поэзии, тем они меньше. Потому что живого героя всегда можно упрекнуть величием мертвого героя. А поклонникам Виктора как раз нужен живой Цой, поющий, общающийся и так далее. Понимаете? Поэтому это и есть вот это вот противоречие дикое. Между тем, как из Вити лепят какой-то бронзовую хренотень, чуть ли не памятник собирается установить, в то время как нет памятника Мусорскому, нет памятника, извини, Рахманинова и так далее. Вот здесь вот, извини, я вспомню, как Анатолий Лысенко говорил Мукусеву, что Льва Толстого знают 50 миллионов в стране, а тебя, Володя Мукусев, знают 170 миллионов в стране. И что? Причем здесь Мусоргский. Мусоргского знает гораздо меньшее количество людей, чем Цоя. А почему? И Мусоргского 15-летние не поют. А почему? Ну, я на этот вопрос я никакой. Из-за средств массовой информации, да я тебя умоляю. Нет, им не нужна культурология, нанесенная в общество. 70 лет, 70 лет коммунисты навязывали субкультуру интеллигенции. У нас по Центральному каналу только и был Мусоргский, Чайковский и классика это. А пели Высоцкого, Градского, Машину Времени, потом пели Бутузова, Шевчукрацов. Я тебе могу сказать на это очень просто. Смотри, есть, ну не маскульт, а есть вещи, которые нужны многим людям. Почему они нужны многим людям? Почему многим людям интересен Виктор Цой и почему интересен Макаревич или даже иногда я? Потому что это более современная форма донесения музыки и стихов до человека. Вот люди сегодня... То есть ты считаешь, что дело именно в форме, а не в месседже, который есть у... Нет, конечно, в форме. Это более демократичная форма. Она демократичная, она не требует специального музыкального или поэтического или какого-то другого образования. Она прямо доходит до людей. Это прямой месседж, как ты говоришь, да? Есть более сложный месседж. Для того, чтобы понять, по-настоящему оценить серьезную музыку, серьезную большую поэзию, нужно иметь образование. Для этого это образование человек должен где-то получить. Если он образование в школе или в институте настоящего не получает, да? У него есть какие-то, ну, простые вот такие рецепторы, которыми он воспринимает искреннюю, жесткую, ритмичную, активную музыку и стихи. И поэтому современный человек... Очень многие делают такую музыку, поют, при этом цоя. Современный человек, живой герой, я же тебе при этом и говорю. Живой герой, он сегодня. Даже для меня, в какой-то степени, живой. Потому что он сегодня существует, понимаешь? В сегодняшнем языковом кластере, если хочешь, понимаешь? Мусорский – это другой язык. Но заметь, Мусорский, Хлебников, поэт, да? Анинский – эти все люди не уходят из русской культуры. Потому что это генетика, которая передается элитой своему потомству, скажем так. И Хлебникова знает 40 тысяч. Вот я сомневаюсь, что твои дети там, Даня и Маша, знают Хлебникова. Они знают. Но Хлебникова знает 40 тысяч человек все время, в течение 100 лет. А ведь вот Соя сегодня знает там миллионы людей, правильно? Пятьдесятки миллионов, я бы сказал. Наверное. Но не факт, что через 100 лет их будет 100 миллионов, 10 миллионов или даже миллион. Это не факт, понимаешь? Может быть, вообще будут знать 150 человек только через 100 лет. Потому что... Ну смотри, в прошлом году было 20-летие его гибели. Уже 20 лет как нет человека. Не выпускаются пластинки. Люди любят его. Твой сосед по даче душит, так сказать, и не дает возможности правообладатель публиковать эти песни. Ты понимаешь, пока жив Жень. И выросли уже поколения, которые после Соя родились. Нет, ну это же игра. Это же все время игра. Люди, которым сегодня 40 лет, которые 20 лет назад вот так вот смотрели этот концерт, они обучили своих детей этому. Да ладно, ну разве возможно детей обучить, слушать... Соя? Конечно. Конечно, конечно можно. Наоборот, отторжение всегда. Да ну ладно, перестань. Он такой энергетически классный, что... Невозможно не полюбить. Но, 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 со временем это все немножко в другую сторону, что ли, уйдет. Когда человека уже нет давно, и язык его... Давно, извини, это про что мы говорим? Про 100 лет? Или про что? Нет, по 30-40-50. Так, хорошо, окей. То этот язык, которым он общался, он ведь меняется. Язык 50-х годов, 60-х, 80-х, 90-х и сегодняшний язык, они разные эти языки. Язык 90-х, 80-х и сегодня для молодежи почти один и тот же. Ничего особо не изменилось. Когда поменяется язык общения полностью, да, тогда не будет этой, ну, как сказать, подпорки, что ли, у меня или у Гребенщиковой, или даже вот с вами. Понимаешь, этой подпорки не будет. И останется только выжимка. Профессионально, непрофессионально. Ой, ой, не соглашусь. Ну, не согласишься, проверим. Я, по-моему, раньше, чем ты, ты проверишь. Ну, это... Но я тебе могу сказать, что это происходило всегда. Например, есть и Петра Лещенко. Вот, ну, ты же прекрасно знаешь, что... Подожди, подожди, ну, песни Петра Лещенко. Да. Два поколения умирали от этого исполнителя. Просто умирали. Это был кумир всех, так сказать, людей. Да? Простого человека. Песни, ну, я про Вертинского не говорю, но, понимаешь, Вертинский из кумира миллионов превратился в кумиров, может быть, одного или двух миллионов, да? Но, тем не менее, он остался. Потому что там и высокоисполнительское искусство, и высокая поэзия, и так далее, и тому подобное. Вот это количество людей, умирающих там от кого-то там из наших, так сказать, героев, да, оно уменьшится, но оно будет. В этом же все дело. Сумасшествие проходит, и все остается выжим. Что-то делать.